Мы наконец движемся к берегам Швеции. Это четвертый информационный пункт, точнее палуба. Четверочка. Сейчас было много рекламы, но сейчас я ее очень мало вижу. Рига там есть, а в Стокгольм куда пойти и денежку свою потратить. Сейчас мы будем денежку менять в том месте. Есть, кстати, неплохой курс. Я, помню, приехал в Стокгольм. Давно было, год назад. Я потом бегал два часа, где меняли контроль. В Риге куча меняли конторы на каждом углу. А там надо поискать. Поэтому рекомендую всем здесь менять. Может чуть-чуть дороже, но это все ерунда. Теперь посмотрим наконец на наши виды в Швеции. Куда мы двигаемся. Чтобы порадоваться тем, что солнечный день. И тем, что вот у них такие картинки. Ну и волны все-таки есть. То есть картинки у них стандартные. Стандартные. В том плане, что у них расцветка этих зданий, она одинаковая. Да есть. Вот. То есть, ну вот не такой стандарт, но такой стиль. Много островов вот этих самых. Вот этих островов, они очень заманчиво выглядят, чтобы на недельку уехать. Не знаю, здесь есть интернет или нет. Вот допустим на таком острове. Вот там. Вот образец у старого. Ну то есть, чтобы отключиться от интернета, от знакомых, от любовниц, от работы. На неделе взять какую-нибудь картину, привез сюда и тут медитируешь. Ну вот летом это хорошо там. Порыбачить. Вот. У нас, конечно, в виде таких условий просто нет. У нас нет этих островов, у нас нет таких вот симпатичных мест, где можно отдохнуть. Вот. А правда надо проверить, есть ли захочение для интернет. Может быть мобилка есть. И тогда можно пользоваться интернетом мобильным. И ты, с одной стороны, сам себе хозяин здесь, на этом острове. Ну, он сам себе хозяин. Тебе никто не достает. А с другой стороны, ты себе новости знаешь. Ну, это уже надо на месте знать. Так что, добро пожаловать в Швецию. Спасибо.